есть новые новости от органов власти скучно без обратной связи обратная связь у меня есть я же на своем телеграм-канале настроил обратную связь кстати подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылка есть в описании вот тут вот написано как меня найти абу саддам шишани без пробелов слитно напишите вы меня там найдете подписывайтесь по мнению некоторых экспертов которому я тоже склоняюсь убийство наталья стимировой на это на их совесть то есть вот этот товарищ дельгириев со своими своими подчиненными так но хочу ассаламу алейкум как ты думаешь зачем резван пытается вводить общество тему устазов какова цель кто такой резван а рамзан я извиняюсь неправильно почитал алейкум ассалам ночью почему рамзан пытается вдолбить в общество тему устаза какая цель я думаю что здесь скорее всего такая тема он сам как бы приверженец этой идеи то есть он суфий его отец там был суфий и свое время свое время вот этот именно именно вот это вот кунта-хаджийское направление суфизма было выставлено в противовес тогдашнему тоже как суфийскому направлению но воинственного до имама шамиля имамата тогда выпустили вот этот вот идеологию кунта-хаджи которая заключалась в том что мы ни в коем случае не воюем не сопротивляется наше оружие это четки и там так далее аскетизм и я думаю что сегодня сделана опять-таки такая же ставка что на на тему как им кажется там допустим религиозного экстремизма которые они включили все возможные убеждения течения в исламе помимо суфийских и сделали вот именно такую ставку как когда-то сделали и во время имамата сделали сейчас ставку на это и всячески вот это вот как-то пропагандирует то есть на это получена лицензия в кремле в администрации президента россии оттуда получили эту лицензию и все начали это продалбливать я так думаю скорее всего в остальных в любых проявлениях религиозных убеждениях они видят некую для себя угрозу но разумеется это это неправда то есть правильно ли они поступили правильно ли они что-то там предугадали конечно нет и суфизм по сути мог бы быть воинственным против россии и он таким таковым и был мы же знаем что когда война начиналась девяносто четвертом году это это был суфизм понимаете когда все были на суфизме и он был воинственный имамат чечни и дагестана он тоже был суфийским они все же были все суфистами и имам шамиль и его на ибо они тоже были все суфии и шейх мансур был суфий то есть тут дело не в том что этот сам суфизм является не не воинственным так сказать дело просто в том что они решили так нам нужно взять какую-то одну идеологию лишить ее всевозможной темы воинственности то есть вот пропагандировать вот этот мир с россией но только это нужно сделать вокруг какой-то идеологии какую будем выбирать идеологию давай выберем суфизм почему потому что ну они как бы и так на этих убеждениях и будем вот это вот проталкивать я думаю так они руководствовались но я не знаю конечно может быть я ошибаюсь как ты относишься к минздраву чечни я просто в бешенстве от него от минздрава чечни томсо почему кадыров постоянно говорит дон постоянный вопрос постоянно всех интересует это такое слово паразит в чеченском языке его очень многие люди используют я его тоже кстати использую когда говорю на чеченском языке на русском когда говорю не использую но рамзан его использует и на русском языке Есть такой руководитель ГКУ, управление охотничьего хозяйства Чечни, Дальгириев, Хамзат Идрисович Так вот, он убивает нещадно волков, лис и других животных Это по-человечески Ты не поверишь, но этот человек, по крайней мере, убивал до этого Он убивал людей, очень немало людей Он убивал, он мучил Это очень такой матерый преступник в кадыровской иерархии Матерый прям Он был начальником Курчуловского РОВД Он очень много зла натворил за то время, пока он был на этой должности Это ужаснейший человек И даже по мнению некоторых экспертов, которому я тоже склоняюсь Убийство Натальи Эстемировой, это на их совесть То есть вот этот товарищ Дальгириев со своими подчиненными Группой вот этой вот киллеров, они это исполнили Тумсот, я пытаюсь разрушить наши ценности Не надо всем угодить и говоря, что мы все рады и такие пушистые Почему мы всегда должны к кому-то относиться хорошо или плохо? Скажи, что мы обычные люди А с чего ты взял или взяла, что мы, я говорю, что мы не обычные? Мы обычные люди, поэтому мы относимся к хорошим людям Хорошо, к плохим людям относимся плохо Что здесь с ним не так? Тумсот, ты признаешь теорию эволюции, спрашивает Михаил Джи Или ты дословно веришь, что Еву создали из ребра? Михаил Джи, я человек верующий, я мусульманин Если бы я верил в теорию эволюции, я бы не был бы мусульманином Ты, видимо, не туда попал Здесь канал мусульманина, соблюдающего верующего Он не может верить в теории эволюции, всякие Дарвины, Шмарвины Конечно, я верю в священное описание И в каждому слову, каждой букве, которая там написана Есть новые новости от органов власти, скучно без обратной связи Обратная связь у меня есть Я же на своем телеграм-канале настроил обратную связь Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал Ссылка есть в описании И вот тут вот написано, как меня найти Абу Саддам Шишани без пробелов Слитно напишите, вы меня там найдете, подписывайтесь Там можно мне писать, можно мне отправлять Всевозможные видео, аудио, сообщения, ролики, файлы И все, что угодно Голосовые сообщения Так что пользуйтесь Кстати говоря, очень многие этим пользуются Я получаю много сообщений по обратной связи На некоторые отвечаю К сожалению, из этого общего потока сообщений Мало бывает таких Тех сообщений, на которые хочется ответить Которые я нахожу полезными И на которые я отвечаю Или те сообщения, на которые я не отвечу Но в то же время они будут, например, для меня полезны Из которых я сделаю какие-то там для себя выводы Таких, к сожалению, бывает мало В основном это абсолютно бессмысленные сообщения Но в то же время Как золото, когда добывается Оно тоже, от него бывает очень мало В основном бывает Очень много всякого песка, ила И в них бывает немного золота Это примерно такая же ситуация Поэтому в любом случае Возможность такая есть Пишите Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok